МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенне-зимний сезон печально знаменит не только унылой холодной погодой, но и обострением целого ряда заболеваний. И прежде всего, это заболевания верхних дыхательных путей. Именно об этом сегодня мы поговорим с нашими гостями. А пока предлагаю небольшую анатомическую справку. Легкие – это парный орган в организме человека, который только на рисунках может показаться симметричным. На самом деле объем левого легкого меньше. Это связано с тем, что помимо легкого в левой половине тела человека расположено сердце. Вот в этом и кроется причина такой диспропорции. По форме каждое легкое напоминает половину рассеченного конуса с несколько закругленным верхом. Эти верхушки располагаются на 1-2 сантиметра выше уровня ключиц, а широкие и вогнутые основания легких опираются на диафрагму. Их наружная, прилегающая к ребрам поверхность, выпуклая, а внутренняя, обращенная к сердцу, вогнутая. Почти в середине вогнутой поверхности имеется углубление. Это так называемые ворота. Через них в легкое входит главный бронх, легочная артерия и ветви нервов, содержащие чувствительные и двигательные волокна. Через эти же ворота из легкого выходят легочные вены и лимфатические сосуды. Вся эта непростая система имеет свой каркас, который образует правый и левый бронхи. А сейчас самое время представить вам наших гостей. Сегодня о хронической обструктивной болезни легких мы будем говорить со специалистом по респираторному здоровью, экспертом ВОЗ, проректором по лечебной работе Гомельского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук, доцентом Дмитрием Юрьевичем Рузановым. Здравствуйте. А также кандидатом физико-математических наук, сотрудником научно-производственной компании Бел Интел Мед Игорем Александровичем Маничевым. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут в этом двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Максим Харанека. Здравствуйте. И Екатерина Ганичева. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Традиционно мы нашу передачу начинаем с вопроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. Если о необходимости контролировать давление крови известно, наверное, каждому, то о том, чтобы хотя бы раз в год проводить спирометрию, задумываются немногие. А в чем суть этого теста? Это «Вопрос для вас». Ребята, вопрос для вас прозвучал. Вы можете готовить на него ответы. А мы пока начнем наш разговор. Дмитрий Юрьевич, вот уже 40 лет. Мировое медицинское сообщество отмечает в ноябре важные даты. 18 ноября – это Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких, а 19-го – это День отказа от курения. Эти две даты именно в этот сезон – это закономерность или это случайность? Конечно же, нет. Эти две даты связаны друг с другом, поскольку именно фактор курения, как правило, считается основным возникновением хронической обструктивной болезни легких. Вот эта сезонность осенняя – это тоже своеобразный такой вот как бы дань тому, что именно в это время происходит обострение заболеваний легких. Это тоже неспроста, поскольку именно в обострении хронической обструктивной болезни легких играет важную роль инфекционный фактор, который является пусковым возникновением обострения. Известно, что хроническая обструктивная болезнь легких – это такое сборное понятие, туда входят несколько заболеваний или к нему могут приводить несколько заболеваний. Так что такое хобл и какие причины основные его развития? В последнее время взгляд на хроническую обструктивную болезнь легких поменялся, и даже термин появился совсем недавно. Раньше это был хронический обструктивный бронхит, и отношение к нему было как к бронхиту. Но на сегодняшний день под хроническую обструктивную болезнь легких понимают целый конгломерат заболеваний, которые связаны друг с другом именно причиной возникновения. Это и эмфизема, это и хроническое легочное сердце, и изменение слизистой бронха. Но именно курение является важным пусковым моментом возникновения хронической обструктивной болезни легких. Длительное время курение вызывает воспалительную реакцию со стороны бронхов, и она проявляется вначале совершенно незаметно. Но со временем бронхиальное дерево сужается, сужается. Сужение бронха делает его крайне низким просвет. И через этот просвет пациент начинает с трудом пропихивать воздух, и у пациента возникает одышка. Но более ранним симптомом все-таки является кашель. Не секрет, что многие люди годами кашляют, при этом не считая, что это что-то серьезное, и не обращаются к специалистам. А когда все-таки нужно задуматься о том, что нужен специалист, чтобы помочь с этой проблемой? Достаточно часто кашель является следствием острой респираторной инфекции. Наверное, каждый житель на Земле несколько эпизодов кашля встречает на фоне вирусной инфекции. Но если этот кашель длится больше 2-4 недель и чаще, чем 2 раза в год, стоит обратиться к врачу. Врач назначит ряд исследований, в том числе и спирометрия. Мы подошли к такому методу исследования, как спирометрия, поэтому я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на вопрос о спирометрии. Он был недавно на экране. Ребята, кто будет отвечать? Я буду отвечать. Спирометрия – это метод, с помощью которого можно оценить функцию внешнего дыхания. И с этой целью используется определенный прибор, который называется спирометр. Во время исследования на этом приборе отображаются определенные показатели, характеризующие дыхание. И эти показатели анализируются, сравниваются с нормой. И с помощью них мы можем заподозрить какие-то заболевания дыхательных путей, степень их тяжести, в дальнейшем контролировать их течение. Екатерина, прекрасно. Но у нас есть еще одна чудесная возможность сегодня практически увидеть, что такое спирометрия, продемонстрировать это для наших телезрителей. И, в принципе, получить ответы на многие вопросы. Что это за метод исследования? Когда его? Кому нужно проводить? И насколько вообще это доступный метод исследования? Игорь Александрович, я хочу пригласить вас подойти к столу и продемонстрировать нам, как проводится спирометрия. Я знаю, что вы являетесь одним из отечественных разработчиков нашего белорусского спирометра. С удовольствием. Мы давно уже занимаемся спирометрией, уже с начала 90-х. Поэтому, конечно же, здесь вот, наверное, видны только две модели из целого семейства приборов. Это одна компьютерная, а вторая как раз таки вот то, что сейчас пошло в широкую практику для общей врачебной практики. Скажите, пожалуйста, а насколько вообще вот это доступно? Есть ли это у наших врачей вот в поликлиниках или, может быть, это для стационаров? Ну и в поликлиниках есть, и в стационарах. И они все оснащены, в общем-то, все оснащены. И более того, вот за этот год как раз таки были оснащены врачи общей практики, массово оснащены. Но почему-то все равно вот нет-нет и рассказывают, что возникают какие-то проблемы, то есть очередь записаться надо. Наверное, это связано с тем, что спирометрия, в общем-то, бывает достаточно непростая. Иногда бывает, не быстро можно сделать, вот как-то какие-то проблемы, наверное, испытывают. Ну а вообще сколько нужно времени, чтобы провести такое исследование? По нормативам Минздравовским нашим, по-моему, около 30 минут. Вот как бы пациента объяснить ему, как это все проходит, записать его, провести исследование. В реальной практике, когда люди уже делали раньше, когда они, так сказать, понимают, когда они сотрудничают, то, конечно же, исследование может занимать 2-3-5 минут максимум. То есть вот такая ситуация здесь. Это зависит очень от опыта медперсонала и, собственно, можно сказать, от квалификации самого пациента. То есть если он заинтересован, он хочет, ему это нужно, тогда, конечно же, это все происходит. Как бы в сотрудничестве это быстрее и достоверный результат получает. А какой все-таки врач должен проводить спирометрию? Это должен быть терапевт, врач функциональной диагностики. То есть кому должен обратиться пациент, чтобы пройти это обследование? Спирометрами сегодня оснащены все поликлиники и стационары в Республике Беларусь. И в последнее время ими оснащены и сельские врачебные амбулатории. То есть сегодня этот метод совершенно доступен. И любой обратившийся за госпитальной или за амбулаторной помощью может пройти эту спирометрию. Поэтому назначить спирометрическое исследование может практически любой врач, независимо от специальности. Давайте, наверное, начнем это исследование проводить, да? А заодно мы поговорим для чего и когда его нужно проводить. Дмитрий Юрьевич как раз таки говорил, что оснащены как стационары, поликлиники, так и, в общем-то, сельские амбулатории. И, конечно же, приборы должны быть разного уровня. Где-то экспортного класса для более углубленных исследований, которые оснащены в том числе другими каналами, например, пульсоксиметрическим, ну вот, каптонография. А, например, для сельского доктора, в общем, достаточно такой рутинной спирометрии. Мы сейчас выпускаем, в общем-то, линейку из пяти приборов, они официально зарегистрированы и проходят как следствие измерения в том числе, которые автономные есть, есть экспертные, есть для рутинной спирометрии, есть компьютерные приставки. То есть разные варианты и по цене, и по, скажем, степени, так сказать, глубины исследований. Ну и плюс удобство, кто-то привык работать с компьютером. Особенно это касается уже, так сказать, молодых поколений. Где-то кто-то привык работать, например, с каким-то автономным прибором. Они, может быть, немножко более устойчивы, потому что вирусы в них не попадают. В компьютер вирус может попасть, приходится все это, так сказать, переустанавливать. Поэтому тут как бы варианты. Но в целом, конечно, компьютерный прибор, он, видите, вот большой экран, красиво все видно, обычная клавиатура привычная. Поэтому, опять-таки, сейчас же принята концепция электронного здравоохранения, так сказать, на уровне государства. И вот эти вот компьютерные приборы, они, конечно, проще, как бы, хотя у наших автономные приборы тоже могут работать в системе электронного здравоохранения. Ну что ж, давайте будем проводить исследования. Надо будет сейчас ввести ваши данные, потому что, как вот говорила, так сказать, раньше коллега говорила, то, что, так сказать, мы должны померить те значения актуальные, которые есть, и соотнести их с тем, что у него должно быть по, так сказать, по норме. А нормы эти разрабатываются, в общем-то, коллективами ученых. Эта, так сказать, работа идет во всем мире, и, так сказать, и в высшем Советском Союзе, и вообще сейчас эти ведущие, так сказать, респираторные общества, они предлагают вот такие нормативы. То есть мы сейчас введем его данные, чтобы мы понимали, о ком и речь идет. Мы его должны подготовить. Подготовить, объяснить ему. Это очень важно. То есть мы должны объяснить ему, как дышать, что он должен делать, что он не должен делать. Потому что от этого зависит результат исследования. Я буду коротко комментировать. Итак, вначале мы вводим его данные, фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, рост, вес. Расовый фактор очень важный, потому что сейчас, как бы, в нашей стране уже многонациональные, так сказать, и разные народы живут. Значит, фактор обострения, то есть состояние ремиссии, либо же пациент находится в обострении. И еще мы вводим, оцениваем фактор курения. То есть задаем вопрос про курение. Курит он или не курит? И тогда, если курит, то сколько стаж курения выявляем, чтобы получить, так сказать, вот этот индекс курящего человека? 24,04, 1997, правильно? Рост? 174. Рост очень важен, то есть тут надо его знать, а лучше всего померить, перед исследованием. Вес? 70. Так, сейчас нет обострений. Вот каких-то кашля, там, чего-то, эспиратурных каких-то проблем нет. Ну, это что, на нас заважен немножко. После того, как мы ели данные пациента, мы его должны проинструктировать, что же он сейчас будет, какое исследование делать, объяснить ему, как правильно держать мундшту, как себя, так сказать, как сидеть на стуле и каким образом дышать. Мы должны объяснить ему, как он должен сидеть. Он должен сидеть, вот стул у него как раз подходящий, то есть, чтобы он, так сказать, опирался на спинку эту жесткую. Значит, не нужно скручиваться, не нужно вот так сгибаться в какие-то стороны. Да, мундштуку надевайте плотно на трубку, плотно. Так. Все, достаточно. Значит, попробуйте ее взять в рот. Попробуйте. Значит, в рот надо брать за зубы, за зубы. Значит, чуть-чуть, пожалуйста, вот так вот ровнее ее, ровнее. Вот так вот. Губами охватываем плотно. Весь воздух должен пойти туда. Вдох и выдох. Вот так вы будете дышать в нее, когда я вас попрошу. И при этом мы еще закроем вас нос, чтобы нос вам не помогал выпускать лишний воздух в него. То есть, надо будет перекрыть нос вот таким вот образом. Вот. И вот потом взять трубочку. Значит, сейчас мы проведем маневр. Я вам сейчас расскажу, каким образом надо будет дышать. Надо дышать так, как я вас прошу. То есть, когда вы находитесь на этом месте, где вас исследуют, то нужно дышать так, как я вас прошу, а не так, как вы хотите и можете. То есть, берем трубку тогда, когда нужно, когда я говорю. Дышите спокойно, значит, дышите спокойно. Глубокий выдох, полный выдох, значит, полный выдох. Глубокий вдох, тогда глубокий вдох. И здесь надо будет сделать форсированный выдох, который как раз-таки позволит определить вот эту степень сужения бронхов, которые вот Дмитрий Юрьевич рассказывал. Закрываем сначала нос. Закрывайте сами нос. Попробуйте дышать носом. Именно носом. Тянет нос в воздух или не тянет? Ну, не тянет практически. Не тянет. Хорошо, значит, нос вы перекрыли. Так, берите трубочку в рот, как мы с вами делали. Чуть-чуть ровнее. Дышим спокойно. Дышите, как обычно, спокойно дышите. Дышите спокойно. Дышите, дышите. Вы все не дышите. Выдыхаем до конца спокойно. Тянем выдох, 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 выдох. Еще, еще тянем, тянем. Выдох, выдыхайте, выдыхайте. Выдох, выдох, выдох. Глубокий вдох. Изо всех сил резко выдох. Выдох, выдох, выдох. Тянем выдох. Еще, 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 еще. И к спокойному дыханию. Все, спасибо, завершить тест. Ну вот смотрите, вот в принципе здесь мы показали как бы основной маневр, вот попытка вот она вот зелененькая, она корректно выполнена. Можно сразу же посмотреть заключение. Давайте сейчас мы прокомментируем вот эту спирограмму, что получилось у Максима. Дмитрий Юрьевич, я вас попрошу это сделать сейчас. При результате спирометрического исследования мы оцениваем порядка 12 показателей, но два из них наиболее важных. Это объем форсированного выдоха за первую секунду и форсированная жизненная емкость легких. У Максима она 113% от молодожного, у него есть ресурсы, и мы можем констатировать о том, что он здоров. Функция внешнего дыхания у Максима в норме. Надо сказать, что это человек, который не курит, наверное, занимается спортом, молод и здоров, да? Про спирометрию мы узнали достаточно много, даже практически сделали такое исследование. Дмитрий Юрьевич, это единственный метод в диагностике хронической обструктивной болезни легких или есть еще что-то? Для того, чтобы выставить диагноз хронической обструктивной болезни легких, в принципе, этого достаточно. То есть необходимы клинические симптомы в виде кашля или одышки плюс спирометрия, этого будет достаточно. Однако, если мы говорим о дифференциальной диагностике с другими заболеваниями, нам могут понадобиться и дополнительные методы исследования, такие как бронхоскопия, чтобы исключить центральный рак. Нам, возможно, понадобится дополнительный анализ мокроты на различные возбудители. А если мы говорим о дифференциальном диагностике с бронхиальной астмой, тогда нам понадобится спирометрия с использованием бронходилататоров, которые покажут, насколько обратима эта бронхоабструкция под действием препаратов. Ну и раз мы уже сказали о дифференциальной диагностике, у нас есть еще один вопрос для ребят. Внимание на экран. Хроническая обструктивная болезнь легких. Это болезнь, характеризующаяся хроническим ограничением потока воздуха в дыхательных путях. Симптомы хоббл со временем усугубляются, а дышка при физической нагрузке постепенно превращается в одышку в состоянии покоя. Эта болезнь нередко не диагностируется и может быть опасной для жизни. Раньше хоббл часто путали с эмфиземой или астмой. А в чем различие? Это «Вопрос для вас». Ребята, вопрос для вас уже прозвучал. Готовьте на него ответ, а мы пока продолжим наш разговор. Дмитрий Юрьевич, мы многое сказали достаточно о курении, но ведь есть еще и другие какие-то факторы риска хронической обструктивной болезни легких. Что это? Да, безусловно, хроническая обструктивная болезнь легких заболевает не только лишь люди курящие, но и в том числе не курящие, не только мужчины, но и женщины, но и в том числе и женщины. Поэтому основной, еще один из основных факторов – это предрасположенность. То есть низкий уровень ферментов, которые нейтрализуют протеолитические ферменты вот этого воспаления при курении или каких-то других факторов. Это альфа-1-антитрипсин. При его дефиците хоббл может возникать и у некурящего человека. И, конечно же, еще один фактор – это различные профессиональные вредности, различные полютанты, ирританты, с которыми человек может сталкиваться на работе. Ну и что это за профессии такие? Это профессии, связанные с обработкой металла, это профессии, связанные с литьем чугуна, с литьем металла, с деревообработкой, с обработкой камня, с производством различных силикатных блоков, цемента и различных веществ. То есть практически это любые производства, на которых есть пыль, как органическая, так и неорганическая. Дмитрий Юрьевич, ну, наверное, логично будет сейчас услышать ответ наших ребят о том, чем отличается хроническая обструктивная болезнь легких с такими заболеваниями, как астма, эмфизема. Давайте послушаем, ребят. Если сравнивать хроническую обструктивную болезнь легких и бронхиальную астму, то следует назвать, что бронхиальная астма – это хроническое резидирующее заболевание дыхательных путей, клиническим симптомом которого является развитие приступов удушья, который связан с развитием обратимой бронхиальной обструкции, что может быть связано с повышенной чувствительностью дыхательных путей к факторам, к аллергическим или нейрогическим факторам окружающей среды. Бронхиальная астма, она характерна более для лиц молодого возраста, а хоббл развивается преимущественно у лиц старшего возраста. Если смотреть на бронхиальную астму, то она является больше аллергическим заболеванием, то есть больше происходит контакт на аллергены. Хоббл является реакцией преимущественно на воздействие табачного дыма. По развитию бронхообструкции бронхиальная астма, она протекает чаще с обратимой бронхиальной обструкцией. При бронхиальной астме обструкция зачастую обратима, в то время как при хоббл бронхиальная обструкция, она тоже обратима, но она медленно, но верно, с течением времени прогрессирует. Максим, спасибо за ваш ответ. Дмитрий Юрьевич, ну, наверное, все-таки завершить нужно и с эмфиземой, и все-таки с обструкцией при хоббл. Как тут правильно? Я бы сказал о том, что хоббл – существенно более тяжелое заболевание, чем бронхиальная астма. При наличии адекватного и своевременного лечения пациент с бронхиальной астмой практически здоров или чувствует себя здоровым. В отличие от пациента с хоббл, когда все-таки эта обструкция только лишь частично обратима, постоянно прогрессирует, а при отсутствии своевременного начатого лечения вовсе приведет достаточно быстро к смерти. Хроническая обструктивная болезнь легких не развивается за месяц, не развивается даже за год. Это длительный процесс. Все начинается с хронического воспаления по действиям курения или различных профессиональных факторов. Это воспаление приводит к очень медленному сужению бронхиального дерева, которое приводит ко времени с одышкой. Но начинается всегда хоббл все-таки с кашля. Поэтому если у пациента появляется кашель или начальные признаки одышки, во время важно обратиться к своему врачу, который обследует такого пациента и сделает в том числе сперметрическое исследование, проведет сперметрическое исследование. Не всегда все болезни можно предупредить. Главное вовремя выявить и вовремя пролечить. В частности, это касается и хронической обструктивной болезни легких. Какие же будут наши основные рекомендации для наших телезрителей? Если вы заметили, кашель больше, чем 4 недели, он не связан с острой респираторной инфекцией, он сопровождается выделением мокроты. Или если у вас появилась незначительная физическая нагрузка, сделайте сперметрическое исследование, и хоббл будет выявлено вовремя и вовремя назначено правильное лечение. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю продуктивную встречу. Спасибо большое и до новых встреч! До свидания! Берегите себя, не болейте! А если заболели, то обязательно лечитесь! И до новых встреч в программе «Тело человека!» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»